Мотор Тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель В этом бою ною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал А тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор Из бомбардировщика бомба несет смерть аэродрому А кажется, стабилизатор поет мир вашему дому Вот сзади заходит ко мне мессершмитт, уйду, я устал от ран Но тот, который во мне сидит, я вижу ришею на таран Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке Запреты скорости все перекрыв, я выхожу из бикет Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый Вот он задымился, кивнул и запел мир вашему дому И тот, который в моем черепке остался один и флип Меня в заблужденье он ввел и в пике, прямо из мертвой петли Он рвет на себя и нагрузки вдвойне, эх, кто же мне, летчик ас Но снова приходится слушаться мне, и это в последний раз Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле Терпенью машины бывает предел, и время его истекло И тот, который во мне сидел, вдруг ткнул за лицом стекло Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу Но что это, что, я в глубоком пике, и выйти никак не могу Да задно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому Выходит, и я напоследок спел мир вашему дому Мир вашему дому Мир вашему дому Именно эта фраза здесь и сейчас становится ключевой Поскольку именно сегодня памятный знак поэту, барду, артисту, великому человеку Владимиру Семеновичу Высоцкому Впервые в Санкт-Петербурге обретает свой дом Добрый день, дорогие друзья и коллеги Мы начинаем торжественную церемонию открытия мемориального знака Владимиру Высоцкому И надо сказать, что неспроста фраза «Мир вашему дому» становится для этой церемонии стержневой Именно эта символическая, хотя и не единственная фраза, начертана на памятном знаке Покров с которого будет снят через несколько минут И сейчас мне хотелось бы предоставить слово хозяину этого большого, теплого, уютного, гостеприимного дома Человеку, чье неизбывное, неизменное, внимательное и бережное покровительство Не только наукам, но и искусствам, и лучшим его образцам Привело к тому, что сегодня свершается то, чего мы ждали 40 лет И то, что сейчас свершится на наших глазах Итак, дорогие друзья, слово ректору Российского государственного педагогического университета имени Герцена Доктору филологических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии образования Сергею Игоревичу Богданову Спасибо большое Дорогие друзья Спасибо вам за то, что мы сегодня вместе За то, что мы сегодня здесь За то, что вы нашли время и желание Присутствовать, участвовать в очень важном для нас всех событии Я думаю, что в этой аудитории было бы совершенно излишне говорить о том, что сделал для нас Владимир Семенович Кто он в нашей жизни Это и наше прошлое Наша молодость Наши чувства и мысли Наши эмоции Это и память о нашем коллективном существовании в самых разных его аспектах Это то, без чего мы не можем себя мыслить, из чего мы состоим Думаю, что это понимают все здесь присутствующие Я хочу сказать немножко о другом Сейчас говорят, что для молодежи возникают какие-то новые ценности Новые ритмы Новые герои Наверное, это естественно Но, во-первых, именно поэтому мы должны и сделать себе и нашему времени имя Обеспечив память о Владимире Семеновиче А второе, вы знаете, я испытывал невероятное совершенно чувство, когда читал стихи Франсуа Вийона Столетия, которые прошли, не изгладили вот этого живого чувства жизни Чувство, что через этого человека говорит эпоха Говорят люди, которые жили тогда Для которых он был, наверное, так же значим, как Владимир Семенович для нас Коллеги, нет сомнений, что Владимир Семенович человек такого же масштаба Масштаба не просто нашей с вами жизни, нашего с вами опыта Российской культуры, советской культуры Это человек мирового масштаба Так же, как Франсуа Вийон И я уверен, что наши дети и наши внуки будут читать его с таким же наслаждением Чувством причастности к времени, которое не погасло Как мы сейчас слушаем Владимир Семенович Коллеги, еще один очень важный момент На самом деле, то, что происходит сейчас, это не просто событие для нас с вами Не просто событие для Герценовского университета Мы планируем в течение ближайших лет Открыть наш кампус для города Дать возможность всем гражданам нашего города Всем гостям нашего города Приходить сюда и чувствовать эту действительно замечательную атмосферу Которая существует уже больше 220 лет в этом месте Мы планируем, что здесь будут проходить семейные мероприятия Мероприятия для детей И, конечно, вот на этом месте, за вашей спиной Вместо этих не очень презентабельных сегодня корпусов Возникнет новый современный дом студента И студенты со всех вузов будут собираться в центре города Поэтому, конечно, в этом месте не может не быть знака Владимира Семеновича Дорогие друзья, я еще раз благодарю вас за то, что мы сегодня вместе Благодарю всех тех людей, благодаря которым Сегодняшнее событие стало возможным Впрочем, вы их сейчас увидите И для продолжения программы я с удовольствием приглашаю к микрофону Свою коллегу по ведению сегодняшнего мероприятия Общественного деятеля, руководителя проекта развития авторской песни Унисон Ассоциации «Опора» Анастасию Игоревну Ивграфову Анастасия Игоревна, вам праздное правление Ну а я в свою очередь скажу, что первая наша и основная ведущая Это Татьяна Александровна Хайновская Директор Дворца культуры РГБУ Нигерцена, территории которого мы и находимся Добрый день, дорогие друзья И я не буду сейчас говорить много Потому что мы все ждем самого важного сейчас Я приглашаю сюда для снятия покрывала с мемориального знака Юрия Оттовича Вебера и Светлану Николаевну Левко Юрий Оттович Вебер, напарник по связке и дублер Владимира Высоцкого по фильму «Вертикаль» Заслуженный архитектор Российской Федерации, альпинист, мотогонщик И ему Владимир Семенович посвятил песню автогонщика «Горизонта» Мы с вами ее сегодня услышим Позвольте сказать два слова Я очень волнуюсь, друзья, коллеги, петербургцы и все, кто здесь есть Я кратко скажу Я не хожу в число тех семерых друзей Владимира Высоцкого Которых он считал семьюструнными своей души Он признал только семиструнную гитару А я альпинист Альпинисты считали его своим и верили, что он опытный восходитель Хотя он впервые увидел горы за две недели до того, как написал песню о горах Благодаря альпинизму познакомился я с ним на одной партийской тусовке в Ленинграде Которая не имела никакого отношения Кроме того, что хотел встретиться с Визбором С которым мы затевали поход на Безинге За столом выяснилось, что Володя поспал в миссии А я учился в лисии Тоже на архитектор Володя был добрым и внимательным человеком А тут еще выяснил, что оба мы занимаемся боксом Как и я Он любил розыгрыши и смешки Мы почувствовали друг к другу определенную привязанность Переросшую впоследствии в добрую дружбу Прилетая в Москву, я часто встречался с Володей И мы делились перипетиями своей жизни, в том числе творческими и семейными Он был человеком сгова В то же время человек необычайно тонкий Замечающий любые аксессуары и тонкости советского быта И комичного, и трагичного Который он блистательно в своем творчестве отображал Люди, с которыми пересекалась его жизнь Вспоминают его с восхищением и с благодарностью Как у всех великих людей У него были сложные отношения с угостью Примером может служить и наше сегодняшнее торжество Которого так долго добивались 20 скал, ледники, речные пороги И каньоны, названные именем Владимира Высоцкого А еще во многих городах России есть улицы Высоцкого В честь него названы корабли, самолеты 200-метровые небоскребки, даже астероид номер 2374 Глад Высоцкий И вот теперь Санкт-Петербург Народная память, народная любовь Преодолевает любые запреты и табу Ура, товарищи! И также у нас уже слово скажет Светлана Николаевна Липко Альпинистка-скаловаска Дублер Владимир Васильевич по фильму «Вертикаль» Светлана Николаевна Первое, что я хочу сказать Это громадное спасибо Олегу Димычу Который помог нам во всем этом увидеть новую доску Володя очень любил Ленинград И то, что это первая доска, первое его приятие в Ленинграде Это очень здорово Кроме этого я хочу поблагодарить Ларису Петрову Вы сейчас увидите, насколько хороша эта доска Я с Володей работала в «Вертикале» После этого встречались и в Москве, и в Ленинграде Он меня назвал Скаловаской Я об этом узнала несколько позднее, чем на съемках И сейчас хочу еще сказать Большое вам спасибо, что пришли на это торжество Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь к границе берегов Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока А срока было сорок сороков И чудаки еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут, ни наказания И думая, что дышат просто так Они внезапно попадают в тару Для возложения цветов также приглашаются студенты И ровного дыхания Только чувствую, словно кораблю Долго оставаться на плаву Прежде чем узнать, что я люблю То же, что дышу или живу Слово предоставляется скульптору Автору Борельефа Ларисе Александровне Петровой Пропустите, пожалуйста Пропустите, пожалуйста Что слова говорят? Слова все сказаны уже Удивительный был человек И был, и есть, и будет Никуда от вас он не денется Это уже на все Мне большая честь выпала Быть автором этой доски Пять лет мучений, исканий, поисков Ну, об этом говорить смешно и не нужно Я просто хочу сказать, что Наконец-то у нас в Питере это все случилось И еще раз говорю Большое спасибо всем, кто пришел Кто поучаствовал И кто помогал И кто будет дальше что-то здесь делать Потому что будущее у этого здания И у этого будущего, возможно, клуба Монадежного Я думаю, хорошее Потому что хорошие руки отдали произведение И я думаю, что это будет хорошо Я бы сейчас хотела попросить Светлану Прочитать свои последние стихи Которые она посвящает Высоцкому Это тоже большой поклонник Большой любитель Она мне прочитала стихи Я не могу не предложить вам послушать ее произведение Спасибо большое всем Добрый день Я прочитаю стихи У меня очень много стихов посвященных Владимиру Высоцкому Я прежде всего поздравляю нас всех Что наконец это событие замечательное Свершилось Потому что очень часто приходилось слышать о том Что ну а зачем памятники Это есть в душе и в сердце Для чего это Но память на самом деле Она ведь еще и материальна Иногда хочется просто прикоснуться Хотя бы взглядом При желании даже рукой У нас сейчас у всех Эта возможность есть И она будет и у нас, и у наших детей И у наших внуков Я поздравляю нас с тем, что это наконец-то свершилось А сейчас я, наверное, прочитаю свое последнее стихотворение Оно было написано в июле этого года Я прочитала статью Вадима Туманова о Владимире Высоцком И там была такая фраза Он жить хотел, но смерти не боялся Ну это просто строчка Мне написать стихи было невозможно Он жить хотел, но не боялся смерти А впрочем, нам об этом не узнать Дразнить ее и гладить против шерсти Как лошадей, как бы его плетью гнать Опасно, но тому, кто в смертном страхе Замрет от этой грани в стороне Сумеет избежать петли и плахи Не быть пророком в собственной стране Он жить хотел, но по-другому вышло Его позвали раньше, не писая Мне есть что спеть Представ перед Всевышним Как будто нас, жалея, написал Благодарю Ну и конечно же, сегодня будут звучать песни Владимира Семеновича Нас с ним приглашается Сергей Филиппов Совсем хоть и дождь, но тех, кто-то не соскроет Наконец-то мы дышали, что В культурной столице России появился памятный знак Владимира Семеновича Моя жизнь была связана практически Я гитару взял в руки в 70-м году Для того, чтобы попытаться спеть что-то Высоцкого Да, может, если можно Я с вашего позвонения прочитаю Акростих Владимир Высоцкий, который написал лет 10 назад Я по Высоцкому мерю, в принципе, свою жизнь Так уж получилось По жизни, ну не только я, наверное Многие так живут Акростих Владимир Высоцкий Версты считания Благородное дело Лампа вагоны, коптящий овал А за окном, набегая, не смело Древняя Родина щели таскал И, додрываясь в огодном экстазе Мечутся звуки по полкам души Истины нет На дешевом показе Русский поэт погибал За гроши Вера жива только каплей надежды Их охрипит ненастреленный зверь Срежут подпруги тугие невежды Одолевая зеркальную дверь Цепки лапы судьбы будто клещи Каменные глыбы ложатся на грудь Истина с правдой затерянной вещи Юрик прилег под копыта вздремнуть Как засмотрится мне нынче Как задышится Воздух перед грозой Крут до вязок Что споется мне сегодня Что услышится Птицы вещи и поют До всей сказок Птица сирен Нерадостно скалится Веселит Созывает Из гнезд А напротив Тоскует Печалится Травит душу Чудной Алконост Словно семь заветных струн Зазвенели в свой черед Эта птица Птица Гамаюн Надежду подает В синем небе Колокольнями проколотом Медный колокол Медный колокол Толь возрадовался Толь и осерчал Купола Россия кроют Чистым золотом Чтобы чаще Господь Замечал Я стою Как перед ивеченою Загадкою Предвеликою Да сказочной страною Перец солона Да горько Кисло Сладкою Голубою Родниковою Ржаною Грязью Чавкая Жирной Доржавою Вязнут Лошади Постременно И влекут Меня Сонной Державою Что Раскисла Опухла Сна Словно Семь богатых Лун На пути Моем Встает То мне Птица Гамаюн Надежду Подает Душу Сбитую Утратами Да Тратами Душу Стертую Перекадами Если До крови Лоскут Истончал Золотаю Золотыми Я Заплатами Чтобы Чаще Господь Замечал Чтобы Чаще Господь Замечал Слава Владимиру Васовску Олег Владимирович Мы вас ждем Спасибо Спасибо Что вы все здесь Спасибо Что мы едины Мы едины Огромное Спасибо Всем тем людям Которые В первую очередь Морально И материально Наверное во вторую Помогли Чтобы это осуществилось Я могу здесь Многие имена Назвать Идет дождь Я просто Счастлив Что наконец Это случилось Это пять лет работы Это бесконечные Споры Об образе Владимира Семеновича Я пояснение Маленькое Сделаю Вообще Его портрет Сделан Это метеор Это фотография Четко Если Была взята Метеор Настоящий И Лариса Александровна Туда Сделала На мой взгляд Великолепный Портрет Это портрет Человека И поэта Мы специально Отказались От того Чтобы он был С гитарой Это человек И поэт Потом она Сделала Удивительную вещь Это глаза Она добивалась По-моему У нее получилось Чтобы глаза были Как-то с нами И не с нами Всем спасибо И всем Конечно Известно Что песню Владимира Семеновича Поют не только Мужчины Артисты Я приглашаю Ирину Петровскую Здравствуйте Мне очень У меня шнур А мне очень Приятно Находиться сегодня В своей Элемоматер И выступать При Таком Прекрасном Событии Спасибо большое Всем Благодаря кому Состоялось Это вот Событие Стало возможным Установить доску Владимиру Семеновичу Высоцкому Здесь Для меня Высоцкий Начался еще В детстве С больших Бобин Которые На магнитофоне Мы слушали Ага Спасибо А вот я гитару Вот совсем не слышу Можно ее все-таки Немножечко Сделать Чтобы ее было слышно Есть? Есть Так дымно Что в зеркале нет Отражения И даже напротив Не видно лица И пары Успели устать От кружения Но все-таки я Допою до конца Все нужные ноты Давно сыграли Сгорело Сгорело Погасло Вино В бокале Минутный порыв Говорить Пропал И лучше мне Молча Допить Молча Погасло 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 Вино Вино В бокале Минутный порыв Говорить Пропал И лучше мне Молча Допить В бокал Оркестр Оркестр Играют Устало Сбиваясь Смыкается Круг Не порвать Мне кольца Спокойно Мне нужно Уйти Улыбаясь И все-таки я допою до конца Все нужные ноты давно сыграли Сгорело, погасло вино в вокале Тупей, равнодушный оскал, зеркал И лучше мне просто добить бокал А может мне просто разбить бокал И хорошо, что кроме песен и стихов Нас пришло приветствовать и официальная власть Я приглашаю на сцену, на нашу импровизированную сцену Максима Резника, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дорогие друзья, низкий поклон Искренний, глубокий, низкий поклон всем, кто причастен к этому потрясающему, замечательному событию Не только от меня, от всех моих коллег, депутатов Законодательного собрания И забегая вперед, скажу, Сергей Игоревич, я уверен, что все мы будем Просто должны, как петербуржцы, как россияне, поддерживать эту вашу идею Запуска этого культурного пространства Это отличная идея И спасибо вам огромное за то, что, как сказал, открывая наше мероприятие ведущая Что вы были попечителем Это сегодня так важно на самом деле Потому что, вспоминая тоже слова поэта Что талантам надо помогать Бездарности пробьются сами сегодня Да это всегда во все времена И применительно к великому Высоцкому И к нашему времени актуально А то, что Владимир Семенович Это явление такое С которым невозможно сразу что-то сравнить Это такое количество граней таланта И при этом такая глубина Каждая из этих граней И вот мы сегодня поем песни Владимира Семеновича А вот я вчера, очередной, я уж не знаю в какой раз Место встречи изменить нельзя И потрясает Какой глубиной обаяния и величиной таланта нужно обладать Чтобы влюбить зрителей в этот литературный и отрицательный персонаж Капитана Жеглова, для которого люди мусор Это вот удивительные грани со всех сторон Таланта человека, который неповторим И вот когда сегодня мы именем достойных людей Или сомнительных людей что-то называем Конечно, на этом фоне мне неловко Как представитель государственной власти Что только сейчас это происходит И вместе с ним радостно, что это происходит И еще раз, огромные слова признательности Это действительно настоящие скрепы Вот то, что связано с его творчеством С его жизнью, Владимира Семеновича Это настоящие скрепы, он принадлежит Вне времени, каждому поколению Каждому из нас и всем вместе И сегодня нам как-то предлагают какие-то там одноразовые скрепки А есть что-то такое вот фундаментальное Вне времени, да, действительно И это действительно очень знаковое событие И огромное спасибо всем, кто к этому причастен Спасибо, друзья И мы продолжаем петь Несмотря на прекрасную осеннюю погоду Я приглашаю Сергея Нотика Руководителя парт-клуба Парус И также руководителя первого пардовского радио Парта, радио.нет Кажется, нашел Да, я не знаю, где тут Нормально Ну, это действительно Вот сегодня день, когда Как-то разрешились Но я думаю, что не закончились Потому что забот еще много Но разрешилось, в общем, дело Которое много лет продолжалось И все-таки Петербург это Культурная столица И мы доказали это В очередной раз Чтоб не было следов Повсюду подмели Ругайте же меня Клините и трезвоньте Мой финиш-горизонт А лента край земли Должен первым быть на горизонте Условия пари Одобрили не все И руки разбивали неохотно Условия таково Чтоб ехать по шоссе И только по шоссе бесповоротно Наматываю мили на кардан И еду параллельно проводам Но то, если бы тень Перед мотором То черный ход То кто-то в чем-то черном Я знаю, мне не раз Колеса палки тканут Догадываюсь, в чем И как меня обманут Я знаю, где мой путь Сухомылкой пресекут И где через дорогу Трос натянут Но стрелки я топлю На этих скоростях Песчинка обретает силу пули Я шумаю руль До судорог стестях успеть Пока болты не затянули Наматываю мили на кардан Назаду и еду вертикально проводам Завидчивают гайди побыстрее Не то натянут трос как раз где шея И плавится асфальт Протекторы кипят Под ложечкой сосет От близости развязки Я голой грудью рву Натянутый канат Я живец Не видя черные повязки Кто вынудил меня На жесткой паре Нечисто плотный В сборах и расчетах Азарт меня приедет Но что ни говори Я торможу На скользких поворотах Наматываю мили на кардан Назаду и еду вертикально проводам Вот только проигравших в горизонте Когда я появлюсь на горизонте Мой финиш в горизонте По-прежнему далек Я ленту не порвал, но я покончил с тросом Канат не пересек мой шейный позвонок Но из кустов стреляют по колесам Меня ведь не рубли на гонку завели Меня просили миг не провороть ты Узная есть предел там на краю земли И можно ли раздвинуть горизонты Наматываю мили на кардан И плюск отпустить себе не дам Но тормоза отказывают Куда я горизонт промахиваю схода Лен, потихоньку Да, еще раз, у нас микрофончик я чем возьму? Ой, спасибо, Лена Елена Тальковская Я несла свою беду по весеннему пальму, Подломился лёд, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, Да за острые края задержалась. Да за острые края задержалась. И ряда с того дня ищет по свету меня, Ходят слухи вслед за ней, да с кривотоками. А что я не умерла, знала старая ветла, Да ещё перепела с перепёлками. Да ещё перепела с перепёлками. Кто из них сказал ему, господину моему, Только продали меня, да проболтались. И от страсти сам не свой, он отправился за мной, А за ним беда с молвой увязались. А за ним беда с молвой увязались. Он настиг меня на дна, обнял на руки, Рядом с ним в седле беда, да ухмылялся. Но остаться он ему был всего один делёк, А беда на вечный срок задержалась. Я несла свою беду по весеннему полету, Подломился лёд, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, Да за острые края задержалась. Да за острые края задержалась. А беда с молвой увязана. Итак, для нас выступали Елена Тальковская и Сергей Нотик. А сейчас у нас удивительный гость. Вы знаете, к нам реально специально приехала артистка из Новосибирска. Специально на открытие нашего памятного знака. Я приглашаю на сцену Ангелину Басалову. Давайте встретим. Вы знаете, большая честь быть сегодня здесь. Я всех поздравляю с таким великим событием. С тем, что наследие и имя Владимира Семеновича не пропадает, не теряет своего света и энергии. Я сейчас прочту произведение, которое было написано и опубликовано значительно позже, после того, как ушел Владимир Семенович. Я не буду больше ничего говорить. Я просто прочту. Когда я отпою и отыграю, Где кончу я, на чем не угадать. Ну, лишь одно, наверное, я знаю, Мне будет не хотеться умирать. Посажен на летую цепь почета, Извиния славы мне не по зубам. Эй, кто стучит в дубовые ворота, Костяшками по кованым скобам? Ответа нет. Но там стоят, я знаю, Кому не так страшны цепные псы. И вот над изгородью замечаю Я острый серп отточенной косы. Я перетру серебряный ошейник, И золотую цепь перегрызу, Перемахну забор, Ворвусь в репейник, Порву бока И выбегу в грозу. На какой площади стоит памятник Высоцкого в Новосибирске? Площади названия, кого и нет, это место перед кинотеатром «Глобус». Это центр Новосибирска, недалеко от известной часовни, которая стоит у нас в центре города, является центром России. Поэтому-то, да, вместо... Памятник Высоцкому, его поставил Олейников Анатолий Анатольевич, Который проводит ежегодный фестиваль Высоцкого и также поддерживает память о нем. За что ему огромное спасибо. Всего доброго. Скачет по небу всадник облака, плачет дождем и градом, значит, землю надо. Эти слова великого Владимира Высоцкого не только иллюстрируют сегодняшнюю погоду, но и говорят нам о том, что, наверное, все-таки дух его сейчас где-то рядом с этим местом. Местом, где мы сегодня все собрались, и местом, которое с первых минут своего открытия стало знаковым для нашего города и России. Дорогие друзья, наш университет, Герценовский университет, не остался в стороне от подготовки творческой части сегодняшней программы. И сейчас я хочу пригласить к микрофону солиста Студенческого дворца культуры, руководителя направления «Актерская песня», актера Театра Мюзик Холл и Театра Дождей Тимура Дятчика. Спасибо, дорогие друзья. Давайте продолжим жить и петь вместе с Владимиром Семеновичем Высоцким. Поехали. Вот твой милет, вот твой вагон, Все в лучшем виде одному тебе дано. В святом раю увидит сон, Трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, Все отпечатки, контрабанды не берет. Как херубин, стерилин ты, А класс второй, не высший класс, Зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса, Счастливый путь. Ах, как нам хочется, Как всем нам хочется не умереть, А именно уснуть. Земной перрон не унывай, И не кричи, для наших попли он оглох. Один из нас поехал в рай, Он встретит Бога там, Ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, А позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, Мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, Уходит поезд в небеса, Счастливый путь. Ах, как нам хочется, Как всем нам хочется не умереть, А именно уснуть. Уйдут, как мы, В ничто без сна, И сыновья, и внуки внуках в трех веках. Не дай, Господь, Чтобы война, А то мы правнука поставим в дураках. Разбудит их Какой-то тип И впустит в мир, Где в прошлом войны, Вон и рак, Где побежден Гонконгский гриб, На всем готовеньком Ты счастлив, ты дурак. Вот и сбывается Все, что пророчится, Уходит поезд в небеса, Счастливый путь. Ах, как нам хочется, Как всем нам хочется Не умереть, А именно уснуть. Итак, прощай, Звенит звонок, Счастливый путь Храни тебя от всяких бед, А если там И вправду Бог Ты все же вспомни, Передай ему привет. Счастливый путь Счастливой Владимира Семеновича Высоцкого За его творчество И за его жизнь. Я приглашаю на нашу сцену Для еще одного приветственного слова Дмитрия Первухина. Он вот с таким Замечательным инструментом И сейчас он нам сам все расскажет. Дорогие мои, Петь не буду сегодня, Душа поет. Как-нибудь на концерт приглашу, Хотя у меня целый концерт От бабушки Высоцкого К 80-летию сделал. Хочу вам рассказать сказку Небольшую Про Высоцкого. И про меня. Ну, во-первых, Мы все родом из детства. Во времена моего детства Ни в библиотеках, Ни в школах, Ни в вузах Высоцкого не давали. Зато в каждом дворе Магнитофон Или диски появившиеся Знакомили нас с его песеном, С его поэтическим, Прежде всего, творчеством. Я никогда не был Кумиром Владимира Семеновича. Он для меня Что Есенин, Что Пушкин, Что Блок, Что Мандельштам, Что Высоцкий. Все поэты велики. Но получилось однажды так, Что после Суворовского, После Пушкинского училища Радиоэлектроники Я поехал офицерить В город Мукачево. Поехал офицерить туда. А поскольку Под таким же дождичком Как-то 1 мая 86-го года Я заработал себе аллергию От чернобыльских всяких этих. То однажды я попал в Ужгород На гипосенсибилизацию. И вот тут совпадение началось. И совпадение такое, Которое я люблю. Допустим, сегодня ночью Центральный канал НТВ Показывал, отгадайте что. Фильм «Служили два товарища». Они знали, что это будет у нас, видимо, да? Дождичек этот, Это тоже совпадение питерское. Какая еще должна быть погода, Когда мы открываем такой знак? А Высоцкий об этом фильме В свое время, он писал так, Что двух разных совершенно человек Снимали мы в Одессе, Посвященной к юбилею революции. Играл я, с одной стороны, Подпольщика Бродского, А с другой стороны, поручика Бросенцова. Так вот, Бросенцова после 68-го года Узнали все и полюбили с его конем, Абреком. А фильм «Интервенция» Он вышел только в 80-х годах. Ну, точнее, зимой 88-го года. И как раз вот такое совпадение, Что я иду в Ужгороде на фильм «Интервенция». Там знакомился с ребятами из местного клуба. Вот, прихожу к ним, Авторской песни. Попел им, там, они говорят, Слушай, ну, давай организуй. Ты такой вроде там, ну, способен. Организуй клуб в Мукачеве у вас. Вот тебе какие-то телефончики, У вас ребята там поющие есть. Ну, я подумал, подумал, почему бы и нет. Между боевыми дежурствами Пришел в ДК местное, Где Высоцкий когда-то, кстати, выступал Маленьким мальчиком. Вот, пришел в это ДК. Договорился. Создали мы клуб авторской песни. Буквально на второе заседание Приходит девочка из местной газеты И говорит, приносит газету, Написано, Володин Бершаспив. И для меня откровением было, Что с 51-го года 13-летнего Вовка Высоцкий Каждое лето приезжал сюда К своему дяде Лёше. Тот был замкомандиром Мукачевского артиллерийского полка. Естественно, в 88-м году Летом наш клуб авторской песни, Которую я создал, Он обрел свое название. Клуб «Вертикаль». Легендарная «Вертикаль» Имени Владимира Семеновича Высоцкого. Один из первых в Советском Союзе. Так что я вот вам из Мукачева Привет передаю. И следующая часть моей маленькой лекции, Она о том, О таких совпадениях, Что вот сегодня мы сдергивали Ткань, вот это полотно, А оно цвета-то какого? Оно такого, Цвета запекшейся крови. Это кровь мозолей, Кровь пятилетних усилий Олега Демичева, Который положил вот это все, Чтоб это пробить в нашем городе. Какой он молодец. И чтобы это случилось, Нужно было дерзновенное упорство И настойчивость, Который, Без которой, наверное, Ничего не сделаешь. И уж, наверное, Петербург это тот город, Который знает, Чего это стоит, Как он строился, С помощью дерзновенной настойчивости. И тут вот такая маленькая Мукачевская байка. 25 июля 2013 года, До Майданной год, В Мукачеве, Мне повезло там быть, Я пришел в театр, Который очень любил Владимир Семенович, Летом туда приезжая, Тоже первая любовь, Первые выступления, Друзья там масса, У меня целый роман про это написан. Вот, но факт то, Что я вышел на сцену Вот с этой самой гитарой, Ребята приехали из Ужгорода, Приехали из Венгрии, Там мы день памяти Высоцкого Сделали на ура. Но в конце я сказал, Там потому что из властей, Из местных кто-то был, Я сказал, ребята, Тот дом, Где Высоцкий, Куда он приезжал, Там должна быть памятная табличка. Если вы ее не сделаете, Я приеду в следующий раз, За свой счет ее повешу там, Но она будет на русском языке. Прошло буквально два месяца, И через два месяца На украинской мове Все, в Сиомбудинке там и так далее, И так далее, Был Юный Высоцкий и так далее. Вот, это о том, Вот какое что упорство должно быть. И немножко личного. Через три года после основания клуба Моя заместительница Приводит свою подругу. Эта подруга стала моей женой, Родила мне двух сыновей. И она учитель начальных классов. И вот тут еще одно совпадение. Сегодня не 25 июля, Не 25 января. Сегодня 7 октября. День учителя. Пятого было. Ну, тут празднуют и сегодня, и вчера. То есть день учителя. И у нас Герцинское, Вот это вот над нами небо, Этот двор замечательный. И поэтому тем ребятам, Которые здесь вот создадут клуб, Авторской песни, Я, во-первых, Как почетный президент клуба «Вертикаль», Могу посоветовать, может быть, Почему бы не назвать «Вертикаль» клуб. А во-вторых, Чтобы в них вот эта дерзновенная настойчивость была по жизни, И чтобы они несли доброе, светлое. С днем учителя Владимир Семенович, У вас были хорошие учителя. И с днем, Которую нам подарил Олег Демичев И все лучшие петербуржцы, За то, что наш учитель по жизни Владимир Семенович Высоцкий Тоже с нами здесь. Спасибо. А сейчас я приглашаю на сцену Сергея Матвеенко. Он приехал к нам сейчас из Москвы. А вообще, он тоже сибиряк, Тоже салтай. У нас был Ангелин Басалаева. И мы уже расслышали про памятник Новосибирске Владимиру Семеновичу Высоцкому. Так что вот. Не успею промокнуть. Большое спасибо тем, Кто сделал этот чудесный барельеф. Это огромная работа. Это большое наследие. Я, как человек, принимавший участие В создании музея Высоцкого В Москве 10 лет я своей жизни отдал этому. А с особым чувством к этому отношусь. В 14 лет я побывал на его концерте. В 73-м году мама привела меня К Владимиру Семеновичу на концерт. И когда увидел, Что может делать человек с гитарой. Это очень важный знак Для нас всех. Для наших детей. Для нашей страны. Потому что авторская песня, Она и есть национальная идея. Объединяющая. Академика и ребенка. Они вдвоем сидят. Один космонавт, Другой водитель автобуса. И вместе рядом в обнимочку Поют одну и ту же песню. Понимая, о чем поют. И это очень важно. Вот она, сближающая нас всех. Делающая нас всех Жителями великой России. Как призывные набаты звучали, Значит, тяжело шаги. Значит, скоро и нам Уходить и прощаться без слов. По нехоженным трупам Протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу Унося седоком. По нехоженным трупам Протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу Унося седоком. Наше время иное, лихое, но счастье, как старе щи И в погоню за ним вылетим, убегающим вслед Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей На скаку не заметим, что рядом товарищей нет Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей На скаку не заметим, что рядом товарищей нет И еще будем долго огни принимать за пожары мы Будет долго слонейщим казаться нам скрип сапогов Про войну будут детские игры с названиями старыми И людей будем долго делить на своих и врагов Про войну будут детские игры с названиями старыми И людей будем долго делить на своих и врагов А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется И когда наши кони устанут под нами скакать И когда наши девушки сменят шинели на платьице Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять И когда наши девушки сменят шинели на платьице Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять Аплодисменты Аплодисменты Все года и века и эпохи подряд Все стремится к теплу от морозов и в юг Почему ж эти птицы на север летят Если птицам положено только на юг Слава им не нужна и величие Вот под крыльями кончится лед И найдут они счастье птичьи Как на краду за дерзкий полет Что же нам не жилось, что же нам не спалось Что нас выгнало в путь по высокой волне Нам сиянье пока наблюдать не пришлось Это редко бывает сиянье в цене Тишина Только чайки как молнии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok